Продолжение следует... Продолжение следует... Пойдете со мной на поиски Савла? Ну, во-первых, оно непривычно. Я думаю, вы понимаете, мы говорим о том человеке, которого потом называли апостолом Павлом. Мы привыкли так к нему больше, чем к Савлу. Савл он был в самом начале, когда мы встречаемся в Деяниях, когда он еще гнал церковь. Потом первое время, пока был еще христианином, тоже его Савлом называли. Но уже с Деяния, с 13 главы, он уже апостол Павел. И мы когда уже говорим о нем, мы всегда говорим об апостоле Павле. И говорить о том, что надо где-то искать его, это довольно странно. Почему? Потому что он обычно всегда в центре внимания. Не то что внимания, он в гуще событий, лучше так сказать, в гуще событий. Или он где-то на площади проповедует, или он в синагоге с кем-то разговаривает. Но он всегда, его не надо искать, всегда знают. За ним идет толпа людей, которые хотят его услышать, или же те, которые его ненавидят, чтобы его выгнать, убить или побить камнями. То есть апостола Павла вроде бы искать не надо. Но был такой момент в жизни Савла, когда его надо было искать. Этот момент, он записан в Деяниях в 11 главе. Мы с вами идем по книге Деяния апостолов. Последний раз, месяца два назад было, когда мы рассуждали об 11 главе. Мы говорили о том, как люди, которые разбежались из Иерусалима от гонения, они рассеялись по Израилю, по Самарии, и некоторые даже пошли дальше, на север, в языческие страны и в Антиохии. Начали проповедовать не только иудеям, как они иудеи привыкли своим только говорить. Мы с вами, помните, рассуждали, что они издалили такой экстра-шаг, чтобы проповедовать язычникам. Образовалась большая церковь в Антиохии. Братья узнали, послали туда в Арнаву. Тот пришел, увидел благодать Божию, возрадовался, начал служить и понял, что один не справляется. И вот отсюда мы начинаем с вами наше рассуждение. Деяние 11 глава, с 25 по 30 стих. «Потом в Арнава пошел в Тарс искать Савла, и нашедший его привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый под остатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Такой отрывок перед нами сегодня. Здесь очень много, конечно, уроков, и о пророках мы будем рассуждать, но это не сегодня, а следующее воскресенье, если уже не в Арнаве, и о самой идее возникновения христианства, имени вот этого. Но сегодня я хотел бы порассуждать именно о Савле. Как так получилось, что его пришлось искать в Арнаве? Последний раз мы с ним встречаемся, это в Деянии, в 9 главе, когда братья его провожают в Тарс от гонения. Мы знаем, что когда Савл покаялся, это было в Дамаске, Христос имелся на дороге, он сразу же ревностно включился в деятельность христианскую, проповедовать Евангелие и доказывать иудеям, что этот Иисус из Назарета, который был распят, и есть Христос, Мессия, которого они ждут. И так он ревностно это делал, что его лично хотели убить в Дамаске, его спасли там в корзине, спустили в Иерусалим. Когда он пришел в Иерусалим, начал тем же самым заниматься в Иерусалиме, и на него возникло гонение. И пришлось из Иерусалима его тоже перепровождать братьям, потому что именно Савла хотели убить. Вот так вот как-то Сатана ополчился. Были гонения, конечно, и на всю церковь, но именно на Савла был такой фокус, до такой степени такой сильный, что ему пришлось просто сбегать, просто сбегать из города. Сначала из Дамаска, потом из Иерусалима. И вот в 9 главе, 30 стихом, мы видим, что они его перепроводили в Тарс. Подальше, там еще верующих не было, наверное, христиан. Это его город, откуда он родом был. Тарс, там его семья, может, была какая-то. И они его туда отправили, чтобы его хотя не убили. И вот этот период жизни Савла, где он пошел в Тарс, из 9 главы до сейчас, до этого места, которое мы прочитали, мы о нем ничего не слышали, не видели. Вот тут в Иерусалиме бурная деятельность идет. Петр идет по всей Иудее, по Самарии, посещает церкви. Он уже по Корнилию проповедует, уже первоязычники обратились к Господу. Евангелие распространяется, в Антиохе церковь образовалась, все. А Савла нету, нету на страницах Писания. Если посмотреть вторую часть деяний, то там только Павел и Павел, Павел и Павел, Павел, а здесь вообще его нету. В Арнаве пришлось идти его искать, потому что он был один из тех братьев, которые перепроводили его в Тарс. Он знал, что он там находится. Я хотел бы посмотреть на этот отрывок жизни Савла. Он очень интересен богословам, библейским историкам. Я думаю, вам тоже будет и нам интересно порассуждать, посмотреть, что можно узнать об этом периоде жизни Савла, чего можно научиться из этого. Много Писания не говорит о том, где это время находился Савл. Это был довольно большой промежуток времени. Как минимум три года, скорее всего, больше, может, даже десять, когда он отсутствовал именно вот так вот в служении, в христианском движении того времени. Где он был, что он делал, есть только маленькие крупицы. И на Священном Писании из уст самого Савла мы можем узнать некоторые моменты и немножко догадаться о том, что с ним происходило. Например, в книге Галаты, послание Галатам, 1 глава, 17 по 18 стих, он упоминает некоторые места географические, которые абсолютно не присутствуют в его миссионерских путешествиях, которых мы читаем в Дианях Апостолов. Смотрите, что он говорит. «Я не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». То есть 15 дней пробыл, но потом сразу ушел. То есть мы видим такие места, вот это Аравия, это на юг от Иерусалима, Дамаск, нам говорят, он вернулся в Дамаск, то есть после того, как он нам покаялся, и его выгнали. Говорит, я вернулся, опять сходил в Дамаск. Потом он приходил в Иерусалим на две недели, только с Петром повстречаться что-то, и опять исчезал. То есть он рассказывает, уже когда он апостол Павел, он рассказывает об этом периоде, когда он был «потерян» в кавычках, что у него все-таки какие-то движения было. Он ходил в Аравию, потом в Дамаск, встречался с Петром. Что это было за время, почему он ходил в Аравию, что он делал в это время, для чего он путешествовал. Мы знаем, что эти места он не посещал, когда он был уже апостолом. Он уже пошел туда, вглубь Римской империи, а в эти в Дамаск, он не был в Дамаске, и особенно в Аравии, на юге, там эта пустыня вообще, его там не было. То есть он в этом промежутке времени, когда он отсутствовал, он посещал эти места. В другом месте он говорит еще об одном месте, где он бывал. Это второе послание Коринфянам, 12 глава, 18, нет, со 2 по 7 стих. Он говорит о себе в третьем лице, чтобы на них хвастаться. Но говорит такие слова, «Я знаю человека во Христе, который назад ему 14 лет». Это он уже будущий апостол, он пишет послание Коринфянской церкви, «Но такое вот вспоминают события давнешние, 14 лет, довольно давнешние события. Назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровенних, дано мне жало в плоть ангела сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Мы видим здесь, что Савл, то есть апостол Павел, он говорит о каком-то событии, когда он был восхищен на небо, в рай. Он был там, он слышал слова неизреченные, и написано, он здесь говорит, что получил он чрезвычайные откровения. Чрезвычайные – это значит необычные, это из ряда вон выходящие откровения. И многие богословы, библейские историки сходятся на том, что этот период времени, когда Савл отсутствовал в христианском движении, он именно вот Аравия, Дамаск, Иерусалим, краткое пребывание, он находился, как бы так сказать, на обучении, что ли, лично у самого Иисуса Христа. Он обучался или же видениями какими-то, или же восхищением на небо, на какой-то промежуток времени, но тем не менее мы видим, что он не просто исчез и просто сидел, сложа руки, ждал, что дальше ему делать, а Господь Христос с ним активно работал, обучая его тому новому учению, или, если так можно сказать, новому образу жизни, новому образу служения, который ему придется нести впоследствии. И вопрос такой у меня возникает, почему Господу нужно было вырвать этого человека из бурной жизни христианской церкви первого времени на длительный промежуток времени и чему-то еще его обучать. Он же, в конце концов, был полон энергии, он был образованным, он знал Писание хорошо, он хотел, у него не только была энергия, образование, у него было желание огромное, потому что он сразу же включился в это служение. Но Бог так делает, что именно против него возникает гонение, ему приходится бежать из города в город, пока он оказывается в таком месте, где он, как служитель Христа, практически как бы не нужен. И Бог начинает с ним работать, обучать его, вот этим местам он ходит, является ему Христос и восхищает его в рай, для того, чтобы какие-то чрезвычайные откровения ему передать. Почему? Для чего? Я хотел бы посмотреть на некоторые моменты, которые помогут нам понять, для чего Иисусу Христу Господу нужно было с Павлом или с Савлом провести вот такую вот работу длительную, чтобы превратить его из Савла в апостола Павла. Первый момент, который я хотел бы отметить, это энергия, с которой Савл включился в проповедь и служение в Дамаске и в Иерусалиме. Если мы посмотрим так, как бы поверхностно, то может показаться довольно прекрасным это поведение Савла, смелым таким, что он включился. Но если внимательно посмотреть на глаголы, которые описывают его деятельность в этих двух городах, прежде чем его выгнали в Старс, то, например, в Дамаске говорится, что он проповедовал имя Иисуса Христа и доказывал иудеям в синагоге. Доказывал. В Иерусалиме глаголы похожие. Он там проповедовал и состязался. То есть его энергия была направлена на апологетику. Апологетик – такая библейская наука, такое слово, такое сложное. Но, по сути дела, что такое апологетик? Это наука, которая защищает истину от нападок лжи или же от нападок сомнения. Когда люди, верующие, просто защищают. Она, в принципе, нужна, наука. Она нужна, наука. И апостол Панк как раз этим и занимался. Вот эти слова, где Григорий доказывал, состязался. Это происходило в синагогах, и он всегда шел к верхушке, которая была образованная, как он, в фарисейском, иудейском учении, и доказывал, состязался с ними, что Христос, которого распяли, есть Мессия. Нужно ли это дело? Я считаю, что это нужное дело. В наше время существует такая наука, и я думаю, что пастора-служителя, не только пастора, даже служителя, было бы неплохо, что даже верующие имели какие-то основы, апологетики, чтобы могли защищать свое учение. И Писание говорит, что мы должны быть готовы дать ответ всякому, требующему нас отчета в нашем уповании. Это апологетика. И я думаю, что это нужно было в то время, но почему-то не до такой степени, чтобы еще один, вдобавок ко Христу и Стефану, которые, занимаясь апологетикой, были убиты. Еще Савл, это самое, туда же. И Христос решил его забрать от этого и научить его благовестию, чтобы он не был апологетом, защитником, чтобы он не состязался, не доказывал, а чтобы он стал благовестником, чтобы он шел и просто проповедовал чисто Евангелие тем, кто не знает. Согласитесь, большая разница, спорить с противником, доказывая ему, и нажить себе врага, и, может быть, потерпеть смерть. Или же проповедовать тому, кто слеп в темноте, ищет выхода, ищет какого-то отдушины и проповедует Евангелие такому человеку, это совсем другие направления служения. И я думаю, что Иисус Христос именно этому в этот период времени Савла обучал. Второй момент, который Христос изменил в этот период обучения в Савле, это то направление, которое избрал Савл в своем служении, когда он только покаялся. Его направление было иудеи, земляки, моя кровь и плоть. Я должен им доказать, я должен их убедить, чтобы им, чтобы они спаслись во Христе. В римлянном, где так говорят, в третьем стихе, он говорит, что до такой степени он любил свой народ, что он говорит, я готов был отлученным от Христа ради братьев моих по плоти. До такой степени он любил свой народ. И поэтому его вся энергия после покаяния была направлена куда? На синагогу. Там они собирались, там они служили, и там он хотел совершить эту вот проповедь этим людям, доказать им, что они, по сути дела, не правы и должны принять Иисуса Христа, это их мессия. Христос же не желал, чтобы Павел был отлученным ради иудеев. У него был совсем другой план для Павла, для Савла или для Павла, как мы хотим его назвать. Если мы считаем деяния, 22 глава, там описывается, это, наверное, одно из чрезвычайных откровений, которое Савл получил от Христа в этот период времени. В 18 стихе говорится так, «И увидел его, и он сказал мне», то есть он лично глазами своими видел Христа, Павел говорит, «И увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима». Замечаете, да, какая разница? Павел стремился в Иерусалим, чтобы иудеям что-то доказать. Христос говорит, «Но выйди из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». И в 21 стихе он говорит направление, новое направление для апостола Павла, которое Христос имеет. И он сказал мне, «Иди, и я пошлю тебе далеко к язычникам». Это то, что Павел не хотел делать поначалу. У него сердце лежало к иудеям. И вот Христу надо было в это время и даже чрезвычайное откровение лично явиться к Савлу и сказать, «Выйди из этого города, из Иерусалима. Я тебя пошлю к язычникам». Я думаю, если бы пришел какой-то человек и сказал, «Христос побелевает тебе выйти из города и идти к язычникам». Он сказал, «Но, не хочу этого слушать. Это мой народ, это мои братья, это моя плоть и кровь. Я должен им доказать». Но Христос лично явился, тут уже делать нечего. И апостол Павел, он уходит, и мы знаем его сейчас, Павла, как апостола кого? Язычников. Это вот второй момент, который Иисус Христос работал в этот период с Савлом. Далее, третий момент, который необходимо было сделать с Савлом, это дать ему как бы следующую ступень, может быть, образования. Какое образование имел Савл? Он был фарисеем, он был обученным у ног Гамалиила. Во-первых, конечно, закон он хорошо знал, принадлежа к секте или, может быть, к течению фарисеев внутри иудаизма, он принадлежал к самой консервативной ветви иудаизма, которая понимала Ветхий Завет, закон правильно, может быть, не то, что буквально, но понимала намерение Господне в Писании Ветхого Завета. Я бы сказал, у них была правильная герминевтика, еще одно такое слово, богословская наука, которая толкует или учит, как правильно понимать Писание, чтобы не вдаваться в вере, чтобы не вырывать какие-то места из Писания, не уходить в ложном направлении, понимать намерение Бога в Писании. Это такая вот наука. И фарисеи этим отличались, они правильно понимали Священное Писание, и Савл был этому научен. И поэтому, я думаю, этим обусловливается его желание доказать иудеям, именно фарисеям, чтобы реформировать это иудейство и привнести эту недостающую истину к той истине, которую не узнали, истину о Христе. И поэтому его энергия была направлена на реформацию иудейства. А Христос хотел из него сделать организатора христианства, чтобы он организовывал церкви, чтобы у него было знание и понимание в свете Ветхого Завета новозаветнего учения и не реформирование синагоги иудейской, а организация христианской церкви. Это разные совершенно вещи. И этому надо было его учить. И я думаю, что мы все прекрасно понимаем и знаем из новозаветних писаний, что большинство новозаветних посланий было написано апостолом Павлом. И все, что касается устройства новозаветной церкви, мы узнаем из посланий апостола Павла. Это при том, что на земле живя, он никогда с Христом не встречался. То есть, мы видим, что эти места, о которых он говорил, что там я был в Аравии, в Дамаске, потом вознесен был в рай, слышал неизвечения слова, имел чрезвычайные откровения, то мы знаем, видно из этого, что Христос его лично обучал этому. И такие моменты, например, как вечеря Господня в церкви мы узнаем из изучения апостола Павла. Этого в Ветхом Заветии написано. Как фарисей и как ученик Гамалиила, он не мог этого знать, если бы с ним лично не встретился Христос. И он сам говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Где он от самого Господа принял? Конечно же, чрезвычайность откровений. Далее, если говорить, например, об устройстве церкви, начиная от верха, если так можно говорить, пастора, декана, это все описано в посланиях апостола Павла. Где он это знал? У Гамалиила? Нет, конечно, он у Гамалиила этому не мог научиться. Конечно же, у Христа. Если говорить, например, о церковной дисциплине среди членов церкви, отношения с членами церкви, отношения с поколениями, молодежь, пожилые, старцы, вдовы, все вот это описывается в посланиях апостола Павла. То есть все устройство церкви от верха до самого низа, оно полностью это учение апостола Павла из послания. И мы видим, что он стал таким, вместо того, чтобы быть реформатором иудейского учения в синагоге, он стал организатором христианской церкви. И это тоже большая наука, и на это потребовалось много времени. Четвертый момент, который я хотел бы отметить, что еще Павлу или Савлу надо было научиться, это, наверное, смирению. Большому смирению. Почему? Потому что, когда он покаялся и вот эта вот резкая такая перестановка вещей в его жизни и сразу активное включение в деятельность такую бурную, доказывание и состязание с иудеями, использование своего образования, которое у него было, чтобы доказать Христа из Ветхого Завета, показывает такую какую-то немножко, наверное, на самоуверенность, что все-таки я могу, я знаю Писание, я могу доказать. И он всегда, я думаю, эти споры выигрывал. По Писанию именно этим объясняется та ненависть, которая возникала у людей, которые хотели его убить. Почему? Потому что, в принципе, это всегда так существовало, существует человеческая натура. Если какой-то спор происходит, и в споре один проигрывает, а другой выигрывает, то проигравший, не имея больше никаких аргументов, у него просто остается одно желание, просто дать в морду тому, которому он проиграл спор. Но это так, если по-легкому. А по-серьезному просто убить. Именно поэтому в Дамаске его хотели убить, потому что он всем иудеям доказал, что Иисус есть Христос, а они все равно не хотят Его служить. Что им делать? Словами доказать невозможно, у них аргументов нету, они хотят его убить. И то же самое в Иерусалиме. И поэтому какая-то такая самоуверенность могла быть у Савла. Может быть, даже гордость, я не знаю. Гордость есть у всех людей, и Павел даже говорит в своих посланиях очень часто, что не полезно мне хвалиться, чтобы не возгордиться. И он часто говорит, что это нехорошо. Я дошел даже в одном месте, где ему пришлось хвалиться своим иудеям. Он говорит, я дошел до безумия. То есть он постоянно понимал проблему того, что человек всегда подвержен впасть в эту яму гордости. И я думаю, что Богу, Христу, пришлось его научить смирению. Вот знаете, так вот взять такого человека образованного, посадить его в класс, и чтобы он новому чему-то учился. Савла мог сказать, встать в позу, да что такое, да какое обучение? Да у меня образование высшее теологическое, я закончил вон семинарию Гамалиила, чему еще мне учиться? Я так все знаю, я был и на конференциях, я был и на семинарах, я видел и то видео, я с этим человеком встречался, я читал эту книгу, что мне еще здесь учиться? Но Савл так не сделал. Бог его посадил учиться, он, имея образование, имея таланты, все остальное, он сел и учится абсолютно новую науку, он поглощает, учится и без всякого шума, без всякого возмущения. И это смирение, в принципе, оно видно в этом отрывке, который мы прочитали вот в деяниях, мы видим его ведомым. Заметили, да? Варнава берет на себя инициативу, он нашел Савла и что сделал? Привел. Он взял его за руку и привел. Приходит к нему стучиться в дверь, тот, о, брат, брат, слава, что такое? Окей, Савл, есть такой город, Антиохия, там церковь, служителей не хватает, мы сейчас туда пойдем, окей, веди меня. Он, как бы так, берет Савла за руку и ведет его, показывает. Когда вы видели в деяниях апостолов, что Савл был ведомым? Он всегда ведущий, он всегда во главе миссионерской команды, он всегда получает откровение, куда идти, он руководит, что делать, он всегда начальствующий в слове, так написано в Писании, что люди поняли, что этот вот, он главный проповедник. Варнава тоже какое-то служение нес, но именно, когда оказалось слово, он, Савл, был всегда проповедником, то есть он был ведущим всегда. Здесь же он ведомый, пришел его Варнава, взял за руку, привел в это самое, в Антиохию. Это смирение, это показывается смирение, то есть он не выбирает и не шумит и не говорит, слушай, что в Антиохию, к язычнику? Мне хочется с иудеями работать, с моими братьями по плоти. Он уже об этом не говорит, он уже понимает, он уже понимает, для чего Господь его призвал, и он послушно идет с Варнава в Антиохию. Далее мы видим это изменение и смирение в образе служения, которое он несет. Там написано, что целый год они собирались и учили учеников в церкви. То есть он уже не доказывает иудеям в синагоге что-то, заметили, да? Он уже учит учеников в церкви. Это совсем другое служение, совсем другой образ поведения, чем у него был в начале его покаяния. Иона смиренно делает, он не возмущается, они говорят, что я бы хотел вот здесь быть, я бы хотел туда пойти, я бы хотел вот этим заниматься, если меня привели учить на новообращенных в церкви, я буду учить. Целый год он учит и то, что ему сказали делать, то он делает. И далее мы читаем в конце этого отрывка, мы видим, что возникает нужда, надвигается голод, он еще не здесь, но надвигается, они поверили пророчеству, которое было, решили собрать средства, в Антиохе по достатку, и положили, ученики положили отправить Савла и Варнау в Иерусалим. Ученики какие-то, которых я учил, я их учитель, они положили, они решили меня куда-то отправить? Да что такое? Я должен решать, куда их отправить, а они, не они должны решать, куда меня отправить. Но, тем не менее, если они решили, церковь решила отправить, они послушно поднимаются и с Варнау идут в Иерусалим, несут материальное пожертвование братьям иудеям. Это тоже такой яркий пример изменения того, которое претерпел Савл за этот промежуток времени обучения у самого Господа Иисуса Христа. И вот, глядя на эти моменты, хотелось бы некоторые уроки для нас с вами взять. Чему мы можем научиться? Ну, во-первых, первое самое, что то, что я должен делать, то, что я делаю в церкви, по сути дела не я решаю. Это не я решаю. Все решает Бог. Если, например, я чему-то, какого-то успеха хочу добиться в своем служении, я должен подчиниться Его воле. Я должен подчиниться Его плану. Не тому плану, который я сам для себя выработал. Не тому влечению сердца, которое у меня есть вот туда и вот это вот делать, например, я хотел бы. А я должен по-настоящему понять, что от меня хочет Бог. Я должен подчиниться. И я, даже у меня такая мысль есть, такая теория в моей голове, что в церкви, в христианской, в богобоязни, в библейской церкви все делают то, что им повелел Бог. Только то, что им повелел Бог. Потому что то, что Бог мне не позволит сделать, я никогда не буду делать. То место, которое Бог не позволит мне занять в церкви, я никогда его не займу. поэтому, если я на каком-то месте нахожусь, значит, Бог меня на это место поставил. И я с этим должен смириться, и этому я должен подчиниться. Савву, может быть, переживал, что он сидит и бездействует. Вот это время, когда его как бы Бог забрал для обучения, оно могло показаться ему бездействием. Но это было не бездействие. Иногда это вот сидение просто такое спокойное, оно полезно для человека верующего и необходимо. И в нем даже может быть какая-то сила. Интересно, место есть в Исаии, 30 глава. Здесь говорится к израильскому народу, Бог говорит, ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Они были окружены врагами и послали в Египет за помощью. И Бог говорит, помощь Египта будет тщетна и напрасна. Поэтому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Какая может быть сила в сидении спокойно, в бездействии? Но, видите, сидеть спокойно можно по-разному. Бездействие – это одно. Когда ты сидишь спокойно и ждешь, уповаешь на Бога, ждешь помощи от Господа или чему-то учишься в это время, пока ты сидишь спокойно, это совсем другое. И поэтому Савл, я думаю, поначалу, может быть, немножко нервничал, что вот я сижу бездействую, там такая бурная деятельность идет в Иерусалиме, везде, в Дамаске ученики, по всему, по всей Кесарии христианство распространяется. А я сижу здесь и бездействую. Ты не бездействуешь, Савл, сиди спокойно и учись тому, что преподает тебе Иисус Христос. И это очень важно понимать нам, что Христос хочет, чтобы мы росли, чтобы мы учились, чтобы мы не останавливались на достигнутом и не говорили, что я вот достиг вот этого и во мне этого знания, мне хватит, мне больше ничего не надо, зачем мне чего-то еще учиться? Христос говорит, надо расти. Если мы хочем расти, как верующие, как христиане, как дети Божьи, мы должны учиться. Кто-то учится потихоньку, малую группу посещает, что-то познает из Священного Писания, Библию читает, кто-то может какой-то семинар посещать, книгу какие-то читает, какие-то видео смотрит, может быть, в зависимости от того, чем ты в церкви занимаешься, от тебя требуется того, чтобы ты рос. Невозможно такое, чтобы человек чего-то достиг и сказал, что мне больше ничего не надо. Если тебе больше ничего не надо, я не думаю, что Бог такого человека может в чем-то использовать, который отказывается дальше расти и чему-то учиться и быть полезным Господу. Это второй урок, о котором я хотел бы отметить. Третий урок, который я хотел бы отметить, это о руководстве, о лидерах, о служителях в церкви поместной. Настоящие хорошие лидера, они получаются только из хороших последователей. Если человек не способен следовать за кем-то, подчиняться, может быть, какой-то организации, может быть, церковному порядку, может быть, какой-то цели, может быть, или что, такой человек, он не способен вырасти в хорошего лидера, когда он никогда не был хорошим последователем. Мы знаем все прекрасно в жизни примеры. Никогда не бывает хорошего генерала, если он не был сначала солдатом. Такого не бывает. Никогда не бывает хороший музыкант, если он поначалу не учился у другого хорошего музыканта. И любая профессия никогда не станет специалистом, хорошим человеком, который сначала не подчинился кому-то, чтобы у кого-то чему-то научиться. И поэтому в христианстве то же самое. Никогда не будет пастор хорошим лидером, хорошим служителем, если он отказывается учиться, отказывается подчиняться, отказывается следовать за кем-то, на каком-то этапе своей жизни. Он никогда не сможет быть хорошим пастором. И мы видим это из апостола Павла. Индивидуалист, например, человек гордый, он никогда не вольется в команду и не подчинится общему плану команды. И не будет успеха ни у этого человека, и, скорее всего, у команды не будет успеха, если есть такой человек, который решает сам, что ему делать, когда ему делать, и как ему делать. А то, что решила команда, например, и то, что решили брать, например, или церковь, какая церковь, какое направление, такого человека особо не волнует. Хотел бы в заключение такую, как бы, может быть, иллюстрацию оставить вам, задать такой вопрос. Кто из вас знает, сколько в машине колес? А? Ну, обычно легковая машина, четыре колеса. А вот, брат говорит, что пять колес в машине. Ну, я говорю про колеса, не про рули. Запаска, запаска, пять колес в машине оказывается. Почему мы забыли про запаску, братья и сестры? Потому что она почти никогда не используется. Она никогда не используется. Она всегда новенькая, всегда блестит. Я знаю, что братья многие бывали на джанке. Кто был на джанке, братья? Поднимите руку хоть раз. Все на джанке. О, даже и сестры поднимают. Заметьте интересную вещь. Я заметил интересную вещь на джанке. Приходишь к машине, она убита, она разбита, она изношена, она грязная, салон порванный, мотор замасленный, все. Открываешь багажник, а там блестящее. Новенькая запаска. И так в каждой на джанке. Запаску достаешь, она блестит. Почему? А потому что ее не используют. Она вроде бы есть, она вроде бы часть машины, но ее не используют. Даже когда она понадобится, в каком-то крайнем случае, ее поставят только, чтобы доехать до Шапа. Почему? Да потому что машина криво стоит с ней. И нехорошо едет, и нагрузку на нее нельзя положить, потому что она маленькая, слабенькая. И так вот многие верующие люди бывают. Вроде бы член церкви, вроде бы член команды, но надежды на него никакой. Минимально. Может быть, если когда-то что-то придется, на него можно положиться. А так его просто ложат вот в багажник, закрывают, чтобы не видно было. И он просто мертвым грузом свою жизнь проживает. Так вот ездит и ничего не делает. Я так думаю, вот если бы я, например, хотел бы пристать пред Богом, каким колесом я хотел бы быть? Я бы хотел быть каким-нибудь колесом, которое ездило. Знаете, ржавое, потому что по соли зимой, по грязи ездило. По царапанное, потому что по камням ездило. Погнутое, может быть, потому что по неровной дороге ездило. С такой резиной, знаете, лысой, что аж проволока торчит. Вот таким колесом я хотел бы представить пред Богом. Но не блестящей, свеженькой запаской, которая новенькая, свеженькая, и снова резиной. Почему? Потому что она была непригодна. Она никому не нужна. Ее не хотят никто использовать. И поэтому я хотел бы предложить каждому из нас задуматься о том, какое место я занимаю в церкви. Готов ли я расти? Готов ли я предоставить себя Богу как глину для очищения? Я раньше молился, Господи, помоги мне быть хорошей глиной в своих руках. Потом думаю, как я могу быть хорошей глиной? Я изначально родился плохой глиной с мусором, с грязью, с камнями, со всяким. Хорошей глиной я могу только в его руках стать. Он только работает, очищает меня. Моя задача только просто сидеть и просто ему подчиниться и позволить ему очищать, доставать мусор, грязь, что-то из меня делать и не возмущаться, не кричать, что я уже все знаю, ничего не надо, я буду делать то, что хочу и никто мне не нужен. Конечно, с такой глиной Бог ничего не может делать. Да поможет нам Бог, глядя на эти потерянные в кавычках годы, стал понимать, что в нашей жизни ничего не потеряно до тех пор, пока мы позволяем Богу с нами работать, пока мы учимся, пока мы растем и пока мы сидим спокойно на этом веретене и позволяем Богу нас очищать и делать из нас нечто полезное. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, слава Тебе, благодарность за любовь и милость Твою, которую Ты подарил нам в этот день, за то, что Ты дал нам его увидеть и послал нам здоровья, силы, возможность прийти сюда для того, чтобы послушать Слово Твое, Стоя, для того, чтобы попеть Тебе, прославить Тебя, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы пообщаться, увидеться с братьями и сестрами, порадоваться этому, получить ободрение и поддержку. Слава Тебе, Господь! Мы говорим Тебя за это место, которое мы сегодня читали, в котором мы видели Савла, который исчез, вроде бы, из поля зрения людей, но не исчез из Твоего поля зрения. Мы видим, Господь, что Ты с ним работал, Ты его обучал, Ты из него делал сосуд, который нужен Тебе, и Ты делал так, как Тебе это нужно было. Мы говорим Тебя за то, что он не сопротивлялся, не возмущался, за то, что он полностью подчинился этому плану и согласился с ним. И мы видим, Господи, благосостоянного служителя, которого Ты создал своими руками, апостола Павла. Я прошу, Господь, помоги нам понимать, что Ты имеешь план для каждого из нас, что Ты хочешь слепить полезный, нужный сосуд из каждого из нас. Проблема только в том, что нам иногда хочется побыть за Паской, просто спокойно полежать, чтобы на нас не ездили по грязи, по камням и по неровным дорогам. Я прошу, Господи, прости нас за это. Помоги нам иметь желание быть нужным колесом, быть нужным сосудом, подчиниться Тебе, подчиниться Твоей воле, постараться стать частью команды, влиться в Нее, стать хорошими последователями, может быть, тогда нас, используясь для какого-то нужного, хорошего служения, чтобы в Нем Твое имя проставлялось. Помоги нам в этом, Господи, благослови нас на предстоящую неделю, в наших путях храни нас, помоги нам быть благовестниками, истинно Твоей, светом для людей окружающих, чтобы в нашем служении, в нашей жизни повседневное имя Твое проставлялось. Хвалайтесь за все, да будет наш Господь и Спаситель. Аминь. Благословенние братья и сестры, на предстоящую неделю приветствуйте гостей, приветствуйте друзей. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok